всем привет наши дорогие зрители подписки канала вы как все на канале семья на чемоданах с вами я славян ребятки мы сегодня отправляемся домой сегодня финале наше путешествие по шри-ланке подведем небольшие итоги такие быстрый вскользь потом уже отснимем и дополнительный выпуск по итогам сегодня заедем еще в пару бухт и поедем домой ставьте лайки пишите комментарии погнали утро начинается не с кофе давай мазила попал миросин я моя футболка на дерево повисит и все развлекаемся как можем пойдем на улицу но пошли мы решили позавтракать прям здесь я уже говорил что здесь есть вот тут вот бар ресторан чек можно заказать есть завтраки есть просто меню есть ланч и есть даже комплексные ужин и вот настенка прям вовремя чихнула мы заказали сейчас по омлету кофе йоги ну да вот и будем уже отправляться в путь час как выглядят эти здесь омлеты там как копеечек ну чё нам принесут я вам покажу в общем расскажу пока быстренько вкратце мы жили вот в таком шале двухэтажное шале подробный выпуск посмотрите в описании по ссылке либо найдите плейлисте нам увидите вот прекрасное место для отдыха здесь океан вообще там метров наверное 20 и вот он уже тут это конечно великолепно ну и конечно ссылочки на это место я оставлю в описании там подписывается на их инсту на и группу во вконтакте следить за новостями вот приезжать можно в тангале мы также здесь попутешествовали по местности показали что здесь вообще есть какие здесь шикарнейшие бухты конечно здесь природа отменная вот ссылки там есть переходите там подписывайтесь приезжайте на шри-ланку у нас сегодня еще у нашего друга день рождения самбата вы его тоже многие знаете по выпускам из смоленска и он сейчас прям сбросил представляете видимо рано у них пол седьмого утра попробую еще раз позвонить NIS и узна guard каждогоennen рождение мироши 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 микромах и приятного аппетита здесь не Нет, я попросил, он говорит, типа, нету. А нет хлебушка? Вот. Значит, без хлебушка. Ну, прям, ну, как перекусить. Без хлебушка. Приятного аппетита. Родик, куда мы приехали? На Гейзере, куда он хотел. Я с на Гейзером. В общем, Родик увидел достопримечательность одну. Мы ее тоже видели, но как бы не придавали ей особое значение. Мы примерно такое видели уже. Вот, но Родик, когда... Hello. Родик, смотрите, как рыба продает сушеную. Вот, такая ванища стыд. Когда Родик увидел, он говорит, блин, я, короче, хочу сюда. И вот, собственно, мы сейчас заехали в это место, чтобы посмотреть. Возможно, мы скупнемся, возможно, даже полетаем. Я, в принципе, с собой взял. Вот, поближе покажу вам. Вот, видите, вот так продает сушеную рыбу. Смотрите, мы прямо проходим через местный колорит. Ихние домики. Парни, справа идите, собачка здесь. Hello. Да, ах, собачка. Как люди живут? Интересно, здесь прям такая глухая деревня. Это ни разу не вилы, не поселок. Вот, поднимаемся. Опа, 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 опа. Ой, здесь такие даже перила стоят. Не ушли туда вход сейчас будет платный, а? Серьезно? Думаешь? О, смотрите, как пляжики. Красивые виды. Так, вон там, Ирочи, там. Фу, жарковато. Как люди, да, в глубинках живут? Совершенно по-другому. Пожалуй, как и везде. Первый раз мы видим обезьянку на пляже. У нее, кстати, другое лицо. Черная морда. И еще какой, смотрите, прикольный пляж. Серьезно, здесь все руки донуют. Мама, побеги, где-то тут. Мама, побеги, где-то тут. Мама, побеги, где-то тут. Мама, побеги, где-то тут. Хорошо, ладно, сейчас посмотрим. На самом деле, во сколько мы сейчас по Шри-Ланке путешествуем, они из всех достопримечательностей сделали платные входы. То есть даже вот просто вот такая вот природная штуковина, скала, где бьет вода. Видимо, кто-то показал, что такое есть, да? И все. Нате вам. 250 рупий за вход платишь. Втого мы 500 сейчас заплатили. А на обратном пути, я думаю, что нужно точно стоит искупаться вот тут вот в бухте. Блин, там свет возле. Блин, там свет возле. Да? Шорт нет. А сейчас тут больно. В этих, значит, поплавать. Что делать? А это? Подъем, конечно, такой. Каменистый. Главное, ногу не сломать. Фу. Опа. 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 О, но здесь, по крайней мере, знаете как? Оборудованы. Эти ты идешь. У тебя есть перила. Это как бы хорошо. Причем вот все так цивильно. Вопрос только куда идти. Да, здесь вот океан вообще другой. Потому что нет песка, камни. И это как бы здорово. Осталось найти локацию, где она. Что-то я вообще не могу понять. Можно выжить растение? Ходить на синих цветов. Так. О, какие камни здоровенные. И где? Там где ветер. Блин, вообще какая красота. Мы, получается, возле нее и стоим. Вот, видите, вот эта вот дыра. Вот отсюда вылетает вода. Лучше всего сюда приезжать, когда сильный ветер и океан штормит. Тогда вы с выстрелой будут конкретные. Вот по черным вот эти. Видите? Камням можно и понять. Че? А, вот, видите, докуда отлетает вода. Смотрите как. Чикс. И вот она соль. Представляете? Вообще много. Жив такой и соль. Смотри. Реально соль. Да. Океанская. Представляете, докуда достреливает вода. Когда штормит океан. Ну, сейчас посмотрим. Вот один выстрел уже был. Сейчас подождем еще. А тут ничего не видно и вообще непонятно. Я решил за территорию зайти за ограждение. И посмотреть вообще, как это все устроено и как это работает. Ой-ой-ой. 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 Так. Очень аккуратно спускаемся. А, ну вот, смотрите, как там все сделано. Вот. Вот, собственно, дыра. Вот, наверное, вы сейчас ее видите, да? Смотрите, сколько здесь огромное количество крабов. Вот. И вот через вот эту маленькую дырку получается здесь прям бам! И выстреливает. Ну, вот, судя по воде, он стреляет, но пока... У-у-у! Ха-а-а. Прикольно. Ой, как здесь много крабов. Ну, давай, бабахни хоть разок-то. Что, мы зря пришли, что ли? Ой. Ну, нет. Короче, океан должен прям конкретно штормить. Вот как вчера вечером штормил. Никак, никак, никак у него не получается это сделать. Ай. Ну, давай же. Оушен. Нет. Ни в какую. Вау. О, видели? Почти. Но нет. Все равно нет. Очень глубокая, конечно, там пещера. Прикольно вода продолбила. А-а-а. 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 Посмотреть. Короче, не дождемся мы. Ну, такое бывает. Вот фотография, как и должно выглядеть. Вот. Но у нас выглядит все по-другому. Пойдем купаться. Смотрите, как здесь красиво. И песочек. И цвет океана здесь. Здесь вообще магия просто какая-то. И пальмы. И кокосы растут. И тенек. Вот он. Природный. Ай, посмотрите. И вон эти. Крабики. Ползают. Тик-тик-тик-тик-тик. Бежит-бежит-бежит. Это рак. Ну, красота. Но, как говорится, мы немы, если не покупаемся. Ой, какой здесь красивый пляж. Каждый пляж особенный вообще. Смотрите, какой цвет. О-о-о. 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 Но здесь такой. Просто окунуться и поваляться. Камни все-таки. О-о-о. О-о-о. Класс. Ой-ой-ой. О-о-о-о. Штормит. Красота. Вот так вот. Налаяте сегодня. Ай, кайф. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, помимо этого вот этого природного гейзера, да, так называемого. Здесь еще есть какой-то музей. Вот. Связан, как мы поняли, он связан с китами. Вернулись, мы вернулись. Смотрите, что творит вообще. Там вот вообще реально неадекватные водители. Едут прям по встречке, еще мне сигналит, моргает. Упирается вот этот вот сейчас белый, упирается мне прям в попу. И прям бей-бей-бей-бей. И прям на мотоциклистов выскакивает. Вот вообще отморозки. У меня еще, смотрите, движение. Вот это да. Слушайте, мы просто когда ехали в путешествие, мы особо не столкнулись с таким движением. Потому что, например, в центре острова там по-другому, в Голомбо там тоже по-другому. Вот именно вот тут вот, начиная от Матары до Уна-Ватуны, вообще какой-то просто движняк беспредельный. Просто жесть. Вот, смотрите, как это. Пытается обогнать. Сейчас же будет обгонять, ничего не сплошную. Ой, жесть. Сейчас помыть и уходим. Вот, смотрите, у нас опасный поворот. И он пытается, все пытается. Вот, смотрите, видите, на встречке едет, а ему там машина, а он едет. А, блядь, долбанутый какой-то, а. Нет, есть и че-то. О, биби и пошел. О, видите, как режет, режет, потому что на встречку там уже вылетают. Вот такое здесь движение. Мы, короче, едем. И увидели рыбаков, покажу вам, смотрите, просто ни разу не видели, которые сидят и рыбачат на палках. Представляете? Вот, а то все фотографии, фотографии мы показывали. А тут вот, вот так это выглядит. Прямо садятся на эти палки и достают рыбку. Короче, я считаю, что мы счастливчики что-то увидели такое. Все, едем дальше. Мы вернулись домой. Охранник можно? Здорово. Как будто бы никуда не уезжали. Посмотрите, мы снова вернулись в эту квартиру. Наверное, скажет, в смысле? Точнее, виллу. Кто-то скажет, в смысле. Ну, на самом деле, мы перед отъездом договорились с хозяином, что мы оплатим. Мы уедем путешествовать, а потом хотели бы вернуться. И он нам предложил старую цену, по которой мы снимали первый месяц. Сейчас еще февраль, но мы сегодня договорились с хозяином, что продлим эту квартиру и сегодня оплачиваем. Договорились на старую цену 390 долларов. Вот. И в два платежа будем делать, так как есть лимит по турецкой карте. Не могу снимать больше 95 тысяч руби. Поэтому сейчас ему 80 дадим и завтра еще 60 с копейками. И, естественно, мы, конечно, согласились, оставили здесь наши вещи. Вот, пожалуйста, стоят нетронутые, и это очень хорошо. Здесь навели прям порядок нашему приезду. И это, конечно, не может не радовать. Ой, слушайте, как приятно возвращаться. Что, пацаны, все на месте, все хорошо? Вот так вот. Опа, наша кухня. Кто не видел, вдруг впервые попали наш канал. Вот, пожалуйста, небольшой такой быстрый обзор. Это родик, это наша детская комната. Здесь у нас обеденная. И здесь у нас туалет с душевой кабиной. Мы рады, рады, рады. Мое рабочее место. Мы по пути заехали в магазинные. Накупили кучу вообще просто еды. Опа, теперь будем чилить. Чилить на вилле. Опа. Купили огромное количество фруктов. Сейчас я все домой занесу. Вам покажу тут просто, не знаю, килограмм 10-15. Так, машину разобрал. Осталось там только прибраться, чтобы ее качественно сдать. Сейчас вам покажу, что тут по фруктам у нас. В общем, нам положили в подарок лаймы. Положили маракуйя. Вообще, ни разу не пробовали. Дальше. Мы купили, значит, манго. Так, давайте вот так. Ну вот, собственно, смотрите, все вот это мы купили в овощной палатке и в фруктовой палатке. Собственно, один ананас. Это шуга-бананы. Это лимон-бананы. Ну, то есть, сахарные, лимонные. Три манго. Дальше, значит, авокадо. Это вот нам дали в подарок папайя и лайм. Далее мы купили немножко чеснок. Огурцы, лук, такой лук, помидоры. Это тоже местные огурцы. Картошка, сколько там килограмм. И морковка, и папайя вкуснейшая. Очень надеюсь. И вот это вот все у нас вышло на 5000 руби. Здесь сейчас прикреплю конвертацию. Смотрите, считайте. Манго сейчас подешевел. До нашего отъезда манго стоил 1000 руби. Сейчас 850 руби. Шуга-бананы, они подешевле, чем лимонные. Лимонные 200 с чем-то. А сахарные стоят 100 с чем-то руби. Вот, собственно, такие цены. С собой в путешествие мы брали обувь, собственно, которая вообще не пригодилась. Кто молодец? Я молодец. Все, все разобрал. Машину припарковали. Мы еще пару раз на нее съездим. Там в магазин, туда-сюда. Вот, а потом уже чувак приедет, ее заберет. Шкаф открываешь, а тут нас ждет все чистенькая. Красота. Осталось только сходить в душ и пообедать. А обед будем сегодня готовить наш любимый суп. Это водичка, соль, картошечка, морковка, лучок и курица. Кстати, хочу посмотреть, сколько же всего километров мы проехали за это путешествие. Даже самому стало интересно. Сейчас вместе глянем. Так, что она нам пишет? Hello. 1292 километра 600 метров. Вот так вот. Если решите повторить наш путь, то знайте, вот машина бралась на 1500 километров, бесплатный, да, который входит в стоимость. Мы проехали, ну, грубо говоря, 1300. Еще здесь на местности, там, в магазин туда-сюда скататься, как раз будет 1300. А что касается подведения общих итогов, так вам нужно подписаться на наш Яндекс Дзен, потому что совсем скоро мы сделаем итоги. Расскажем в статье, а потом уже чуть позже я сниму видео. Первое видео будет как раз с итогами, а второе будет полноценный большой фильм путешествия по острову Шри-Ланка. Так что не пропустите, ребята. Ребята говорят, здесь погода подпортилась. Чаще уже дожди идут, гигавуду вообще топит. И смысл в том, что появились какие-то маленькие мошки, знаете, у нас, например, на Волге тоже такие есть. Вот они маленькие, их вообще не видно. Они садятся, так прям кусают, ты их, естественно, сразу чувствуешь, раздавливаешь, а после них появляется вот такая хрень. Морить как в Волдырь. И чешется ужасно. Терплю, стараюсь не чесать. Я вот пока сидел на улице, чай пил, покусили раз, укусили два раза в ногу, и везде теперь такой зуд, жесть. Ну все, ребята, я буду завершать данный видеоролик. Надеюсь, он вам очень понравился. На днях у нас выйдет уже новый интереснейший выпуск. Где мы будем отмечать день рождения Родиончика. Будем дарить ему подарки, дарить ему эмоции. Ему исполняется 6 лет. Так что обязательно гляньте в следующий видеоролик. А этому ролику поставьте лайк, напишите комментарий. И, конечно же, сделайте, пожалуйста, репосты из социальной сети. Это очень сильно помогает нам в развитии канала. Все, ребятки, закругляемся. До нового выпуска. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...